Итак, друзья, мы остановились на рисовании квилы. Сейчас мы будем нарисовать следующий фрихенд. Мне понравилась идея его. Пытаюсь изобразить вот здесь теперь на этом плече. Посмотрим сейчас как получится. Основа это круг. Дальше посмотрим сейчас как пойдет, получится, не получится. Будем, если что, вытягивать его, если не получится с первого раза. Жидкая краска слишком, зараза. Соответственно придется вытягивать. На наплечнике этот фрихенд. Вот такой знак будет. Сейчас мы дорисуем. Для этого мне понадобится белый цвет. Я попробую это сделать все же на втором, товарищи. Более аккуратно, если получится у нас. Так. Вырисовываем его. Почему я как бы не парился прорисовкой брони сильно на тех же вот наплечниках? Потому что дальше идет фрихенд, который возьмет весь визуальный ряд на себя. И вот его нам и надо сделать хорошо. Сейчас мы его поправим, доведем до ума. Нарисуем коцок уже разных на этом фрихенде. Еще хотелось вот здесь вот накидать ему вот такую вещь. А на этом фрихенде. И вот этот фрихенде. Так. Прорисуем хорошо квилу, еще усилим впечатление от нее. И здесь я тоже хочу добавить вот эту вещь, если получится. Так. Да, поправлять придется. Косяковски немного вышло. Уже достаточно с таким битом сложным он стал, да? Благодаря вот таким вот маленьким фрихендам, конечно, он смотрится совсем по-другому. Броня имеет заполненный бит. Какой должна быть? Так, вот здесь вот. На наплечники подправить надо. И здесь подправить надо. С одной стороны, конечно, может быть, ничего не видно будет, да? Но с другой стороны... Так, а здесь хочу дать небольшой день ему. То есть, вы можете видеть, да, что при желании... Вы можете усложнить визуальный ряд своего бойца. Он уже не будет смотреться таким простеньким. Вот, я специально не прорисовываю броню, прям вообще идеально так, что можно было вот проливочками раз-раз-раз, промывочками все пройти, сгладить, но это не делаю. Специально, чтобы вам показать, что он будет смотреться замечательно, даже с грубятиной вот такой вот. Вот такой мазнёй, грубо говоря, ну, достаточно мазня большая, если вы правильно расположите хотя бы тот же фрихенд на нём, и он будет смотреться замечательно. Понимаете? Заполните броню некоторыми элементами, например, тем же дамагом, да, и всё. И он уже смотрится совсем по-другому. Так, теперь давайте проработаем вот этот вот фрихендик. Раз. Раз. Этот знак я увидел в «Смерть надежды» ролик. Вообще, конечно, снимаю шляпу перед этим парнем, который снимает эти фильмы. Некие спейс-марины рядом просто не стоят, по сравнению с тем, как сделан он в своих роликах. Просто он крут. Это я говорю вам, как... Как хотите, как художника, если хотите. Очень всё замечательно сделано. Приятно на них смотреть. Так. Что ещё? Что мы ещё ему дадим сейчас? Знак «Ультрамарина» есть. Дать ему... Где-нибудь надпись ещё вот эту вот сделаем. Ноги. А, ну... Кстати, по поводу усилий, да? Хочу усилить его влизывалку. Сделаем вот это движение. Я постоянно, ну, сдерживаю себя, чтобы не сорваться. Конечно, хочется его весь вылезать, чтобы он был замечательным просто. Но такой задачи у нас нет. У нас стоит сделать годную игровуху. Вот смотрите, как он смотрится уже. Просто шикарно. Парень смотрится. На столе он у вас будет смотреться. Замечательно. Ничего сложного я не сделал. Ну, вообще. Простые металлики, простая броня. Всё на раз-два-три. В принципе, вы имеете шикарного бойца. С на небольшие усилия. Конечно, если говорить о потоке, я гораздо быстрее всё это буду делать. Проще, может быть, даже. Ну, вам специально показываю. Вот и да. Как мы можем ещё усилить его визуалку? Да, мы возьмём вот этот напелечник и промоем его немножко-немножко нашим удивительным... Это что такое? Есть, нет? Где он тут? Вот этой штукой. Инком коричневым. Вещь замечательная. То есть, во всех отношениях работает просто обалденно. Что мы делаем? Смотрите. Мы добавляем визуальность нашему бойцу. Он такой у нас потёртый. Немного. Из боя вышел только. То же самое. Ну, с некоторыми элементами вот и всё сделать можно. Смотрите. Раз. Раз. Так, здесь мы что сделаем? Здесь мы сделаем вот этот знак. Бам-бам-бам-бам-бам. Сделаем его потёртым. Простыми движениями, простыми элементами мы усиливаем визуальность нашего солдата. Ничего сложного. Я тут не рисую там картины какие-то невероятные. Вы сами видите, да? Ничего сложного. Просто и легко. Вы можете сделать это всё дикарями даже. Так. То же самое, да? Берём наш инк и раз, раз, раз и проходим. Кстати, вот эту штучку забыли нарисовать ему. Вот и всё. И он у вас уже. Смотрите, с таким боевым братом. Давайте ему напишем 13-й регион и путь свободен в бой. Пусть идёт. Нужно ещё что-нибудь написать, нарисовать. В принципе, как бы, не проблема, если уже вам хочется сильно. Я не хочу сильно усложнять его в работе. Так. Не очень смотрится Здесь эта вещь, поэтому убираем нафиг. Так. Сделаем немножко по-другому. Давайте ему здесь Нарисуем аквилу. Ну, и, пардон, венок. Лавровый. Вот такой будет подстёртый. Всё-таки боевой, брат. С боя вышел. Что у нас тут с белым цветом какая-то проблема. Можно ещё надписи добавить, кстати, на броне. И тоже будет работать. Сейчас покажу. Визуально работает прикольно, кстати. Надписи, смотрите. Высказывания жеремана, записанные на броне. Так, вот здесь вот поправим всё-таки. Совсем то, что нам этого не нужно. Добавим ему немножко коцик. На саму броню. И он будет готов. Так. Потёртости. Всё-таки у нас брат боевой. Не какой-то там тыловик. Ты-да-да-динц. Так. Для этого нужно более жидкую краску. Совсем жидкую краску получилось. Тоже не переборщить. Ну что? Оставим так. Или всё-таки чуть-чуть вот здесь вот аквилу поправим. Как-то он давно-давно рисовал тёмных ангелов. Ради интереса вырисовывал их. Вот и допнем. Ну, так. Что ещё осталось? Пока время есть. Нам надо ему покрасить золото красиво. Пока оно не блестит. А должно блестеть. Так я не вижу золотой баночки. Смотри. Где она? Вот она. И он будет готов к борьбе с силами зла за императора. Так. Что мы делаем с золотом? Как обычно. Я уже показывал много раз. Такими рваными движениями яркое золото наносим, чтобы имитировать его блеск. Именно таким вот коцки можно нанести где-то там. Как бы оно теперь будет блестеть. То же самое с аквилой. не везде. Но только в самых таких местах. такое боевое покоцанное золото. Вот в принципе он и готов. Как вы видите. то же самое сейчас проделаем вот с этим товарищем. Так. С этим работа будет побольше. Чуть-чуть. я вам сниму второй ролик.